МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не уродился картофель, виноваты аграрии. Мало на столах говядины или свинины, те же виновники. Городское население как будто обособляется от села. Если раньше машина госпропаганды и дефицит не позволяли забыть цену каждой булки хлеба и стакана молока, то современные демократии и изобилие импортных деликатесов расслабили россиян. Личные огороды превратились в загородные дачи с газонами и саунами, где нет места для огурцов и прополки моркови. Все-таки вспомнить об овощных грядках заставит продовольственный вопрос. В 21 веке с его непредсказуемыми политическими пируэтами и экономическими санкциями вину за свой рацион на одних аграриев уже не переложить. Хочешь себя прокормить? Вернись к земле. Силен духом русский человек. Никакие санкции и ультиматумы испугать его не могут. В самые сложные времена мы находим в себе силы сказать миру «переживем, сможем, выстоим и победим». Пример последних трех лет. Санкции США и Евросоюза дали непокорной России уникальный шанс подтвердить свою мощь и без импортных продуктов, возможностей и преференций. Благо, выдумывать ничего не надо. Специалисты, технологии, земля – все в России есть. Краснодарский томат ничем не уступает помидору турецкому. Голландские и французские сыры с успехом могут заменить сыры отечественного производства. Ведь имеем свое молоко, специалистов, рецептуру, значит и продукт можем делать не хуже. Живут еще на сельской земле тех, кто, вопреки бесконечным реформам и некоторому забвению отрасли, остается вверен аграрному делу, собственным принципам и своей земле. 45-я моя уборщина в моей жизни. Впервые вижу, что происходит затягивание, год такой влажный. И мы уже поняли, и я, как из практики, понял, что год ожидается очень влажный. В связи с этим большое количество осадков. И как бы мы ни вели работы по предупреждению засоренности и сроков уборки, все это на самом деле есть. Здесь более половины людей, которые работают здесь с первого дня. То есть они даже сюда пришли строить этот свинокомплекс. И потом уже стали свинарями, построив его своими руками. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что здесь каждый работник, он же и хозяин этого свинокомплекса. Может быть, из-за этого у нас и хорошие показатели, и имеем успех. Занимаемся в двух направлениях. Ведем это, значит, мясное производство и молоко. В данный момент доим 4-4,5 тонны молока в сутки. И производим, значит, ремонт и строительство новых баз. В плане, значит, доильный зал, елочка. Подписали контракт с Венгрией и Германией. Хотим завести чистых галочетинов, молочных нителей. С Венгрией 100 голов, значит, и с Германией 100. Современному селу в сегодняшней ситуации нужны свежие идеи, новые технологии, нестандартный подход и, конечно, финансы. Кроме грамотных программ аграрного искусства по наращиванию надоев, производству мяса, птицы, яйца, зерна, овощей и фруктов, необходимо воспитать новое поколение специалистов, профи своего дела. И умудриться наряду с этим сохранить трепетное отношение к земле, которое кормит, которое наше все. С началом уже современного этапа развития страны начали открываться новые специальности. Началось дробление большого приема на агрономическом, например, факультете, на классических агрономов, на агроэкологов, на землеустроителей. Потом промышленность и отрасль начала запрашивать специалистов, уже более узконаправленных. У нас появилась специальность технологии производства и переработки, сельскохозяйственная продукция. У нас появилась на инженерном факультете специальность технологии обслуживания, ремонта машин, на факультете ветеринарной медицины. Кроме классической ветеринарии появилась ветеринарная санитарная экспертиза, появилась микробиология. Открытие новых специальностей подтверждает активную вовлеченность вуза в развитие сельскохозяйственной отрасли. Вовремя отследить тренды, оценить необходимость специалистов в той или иной сфере, подготовить учебный план, и вот она, новая специальность и высококлассные профессионалы. Ульяновский аграрный университет в деле привлечения интереса к сельскохозяйственным профессиям одним из первых в стране начал проводить раннюю профориентацию. Здесь создана Малая академия аграрного образования, в которой сейчас уже насчитывается пять направлений, по которым школьники с первого по десятый класс занимаются раз в неделю. Что интересно, на такое предложение откликнулись не только близлежащие сельские школы. Родители приводят своих детей на занятия из города. Все школы Ульяновской области закреплены за конкретной кафедрой. Мы каждую школу Ульяновской области за год посещаем как минимум два раза. Первый раз мы ее посещаем в октябре месяце, в начале учебного года, конец сентября, начало октября, для того, чтобы заявить о себе, рассказать ребяткам о том, кто мы есть, какие могут быть у них перспективы. На зимние каникулы мы привозим их сюда. Мы им показываем академию, они встречаются со студентами, они смотрят наши спортивные сооружения, они смотрят нашу учебную базу. Оглянемся на 15-20 лет назад. Фактором, повлиявшим на падение, престижа сельскохозяйственного труда, является память. Страшные картины 90-х нулевых годов. Брошенные деревни, разрушенные фермы, покосившиеся заборы цветущих когда-то ферм и хозяйств. Заросшие поля, спивающееся местное население, повальное воровство. Мы это пережили. Сельское хозяйство сегодня, как феникс, восставший из пепла. В село пришли инвестиции и господдержка, новые технологии и полная занятость. Стабильные зарплаты и развитая инфраструктура. Село становится территорией возможностей. Уход от городской суеты, близость к земле, связь с природой и размеренность аграрного цикла. Эти факторы пишут новую историю села 21 века. Я здесь родился, и здесь трудились мои родители. Здесь все помнит меня, и здесь осталось мое сердце. В село едут за надеждой. Для молодых очень тяжело приобрести. А снимать это тоже. Отдаешь всю зарплату. Поэтому так вот и решили. Здесь будет полегче. Строится вот огород. Все хотим загородить здесь. Баню может быть какую-то со временем. Мебели, как видите, у нас еще нет никакой. Будем продать. Работ в Ермоловке. Обустраивать свой дом в Ермоловку. Нам еще необходимые специалисты. Вон, строим еще одну квартиру. Будем строить еще два дома. В этом году еще один дополнительно к этому. А на будущий год еще один дом. И надеемся, что будут специалисты. Заработная плата у нас, скажем так, неплохая относительно того, что в городе получают. Специалисты на селе всегда были в почете. С образованием агронома незачем работать в пресловутом городе официантом престижного ресторана или с профессией водителя служить частным извозчиком. Село буквально задыхается от дефицита нужных рук, квалифицированных рабочих и компетентных специалистов. Вот она, надежда. Выпускники наших вузов, в частности, мы говорим про аграрное образование, это наш Ульяновский государственный аграрный университет, получают подъемные средства после завершения обучения, переезжая в сельскую местность и трудоустраиваясь по своей специальности. Они имеют право получать подъемные средства в течение трех лет. Это 40, 60 и 100 тысяч, соответственно, каждый год единовременной выплаты. Плюс для молодых специалистов идет доплата ежемесячно, заработной плате основной, по 5 тысяч рублей для выпускников высших учебных заведений и по 3 тысяч рублей для выпускников среднеспециальных учебных заведений. Только по итогам 2016 года порядка 250 специалистов получают такие подъемные средства. И напомним, что программ в регионе с каждым годом становится больше. Работает, например, проект по софинансированию приобретения жилья. В 2017-м свои жилищные условия смогли улучшить 220 сельских семей, из которых подавляющие большинство – 173 семьи молодых специалистов. Развивается инфраструктура. В семи сельских населенных пунктах запланировано строительство 45 километров внутрипоселковых газопроводов. В целях улучшения водоснабжения в пяти селах проложат более 21 километра водопроводных труб. Построят 11 ФАПов, протянут более 6 километров автодорог. Не забыли и инициативы местных жителей, благодаря которым будут приобретены и установлены 30 детских и 15 спортивных площадок, не менее 20 комплектов деревянных беседок и лавочек для обустройства народных парков. Вернуть молодежь в село – полдела. Нужно вернуть в село жизнь. Если человек увидит территорию возможностей для себя, своей семьи, своего дела, результат будет обязательно. Результат, который почувствует не только отдельно взятый регион, но и вся страна. Об этом наши следующие программы. «Профия» – село, территория возможностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова